Уважаемые коллеги, что вы нам действительно предоставили слово сегодня первыми, это большая честь, я действительно олицетворяю тандем. На самом деле, тот человек, о котором мы хотим сегодня с вами рассказать, это совершенно замечательная личность, Дмитрий Дмитриевич Руднев, которого Нина Георгиевна очень деликатно назвала родителем пополнения коллекции музея. Он породил, как выяснилось, не только отделу Индии, но и нескольким другим отделам нашего музея, и был достаточно долго вне внимания исследователей. На самом деле, это замечательная семья, и у Дмитрия Дмитриевича был еще брат Андрей Дмитриевич, вот ему больше повезло, потому что Андрей Дмитриевич Руднев – это монголовец, фольклорист, который записывал музыкальный фольклор «Бурят», «Калмыков» и «Монголов», и его коллекции так или иначе попадали в академические музеи. И Владимир Николаевич Кисляков несколько лет назад даже сделал сводку вот тех коллекций монгольских, которые вот нашлись у нас в разное время поступившие. И Андрей Дмитриевич, он очень много работал с географическими комиссиями, и в 1917 году даже оказался правителем канцелярии конференции Академии наук, и очень много сделал для возвращения индийских коллекций, собранных экспедиции нервортов в Индии. Потому что там была очень нехорошая ситуация, и вот буквально разными путями, разными дипломатическими усилиями, в разные годы разные ящики так или иначе возвращались в Петербург, и благодаря этому мы получили вот нашу современную экспозицию Индии. Так вот, не так давно индийский отдел пополнился очередной коллекцией от Дмитрия Дмитриевича Руднева. Это фотоматериалы. Коллекция достаточно крупная, почти 250 предметов. То есть, представляете, какой это подарок. И это было пожертвование от Нины Георгиевны Краснодемпской. Потому что, по иронии судьбы, именно ей пришлось этой коллекцией заниматься. Ну, понятно, что все мы делаем свою работу и не знаем, какой будет результат. Результат был такой, что на Нину Георгиевну впала музейная работа по индийскому отделу, и практически большую часть наших офисей перерегистрировала она. И вот, еще будучи молодым сотрудником, она получила некую коллекцию из старых поступлений. Это коллекция номер 6849. И она завалялась в отделе учета. Оказывается, по словам главного хранителя, значит, Гловацкого, эту коллекцию музею подарила в начале 50-х годов Татьяна Львовна Дервис. Она лежала-лежала и, в конце концов, вот, значит, была зарегистрирована. Потому что Дервис, на самом деле, конечно, Татьяна Львовна фон Дервис, это геолог-невчаник, которая вот работала в Негри, вот, будучи географом по образованию. Вот она, патчаевца вот этого самого Дмитрия Дмитриевича Круднева. И коллекция – это фигурки из папье-маше, раскрашенные, лакированные, небольшого размера, где-то около 10 сантиметров. Частично они выставлены на экспозиции, изображают разные касты и типы населения. То есть там тебе и стиральщики, и носильщики, и разносчики, и музыканты, и отшельники, в том числе и мусульмане, и европейцы разного пола и возраста. И эту коллекцию, как выяснилось, все мы прекрасно знаем, потому что в ее составе было панно на хлопчатобумажной ткани со сценой пахтания мирового океана богами и демонами. И вот именно это огромное полотно висело на оградке третьего этажа в зале Индии. И вот буквально недавно его сняли. Кроме того, в этой коллекции оказалась бронзовая скульптурка, изображавшая древний алтарь из античных таких бронзовых изделий, а также скульптура бога Вишну, восседающего верхом на городе, вот которая сейчас на экспозиции, и две литографии индийского изготовления, но купленные на Цейлуне. То есть вот эти 57 предметов, наконец, в 1982 году были зарегистрированы, то есть, провяжав 30 лет. Вот они оказались в прекрасной сохранности. И вот в благодарность за эту работу Татьяна Львовна Дервис принесла Нине Георгиевне, именно в знак глубочайшего уважения и признательности, коллекцию иллюстраций. И вот эти иллюстрации уже пришлось регистрировать мне, поэтому мы вот тут слились в одного автора данного конкретного доклада. На самом деле Дмитрий Дмитриевич Руднев достоин величайшего уважения за свою работу. Он родился в 1879 году, а скончался в 1932. И то, что вот эти коллекции, родственники, невзирая на блокаду и войну, сохранили и в отличном состоянии передали в музей, это, конечно, подвиг. Но про Руднева у нас практически не писали, только вот Патчерица сделала его биографию, и вот ее текст единственный, что доступно. Но вот когда мы стали изучать историю коллекции, оказалось, что Рудневы связаны с большим количеством людей, которые, в свою очередь, пополняли консткамеру и вкладывали туда душу, потому что сам Руднев родился в семье помещика Владимирской губернии, старшего объема управления артиллерии 1-го армейского корпуса капитана Дмитрия Федоровича Руднева. Жена его, Варвара Дмитриевна, урожденная фон Дервис. И вот когда в 1894 году отец скончался, то детей воспитывал дед, вот это Дмитрий Григорьевич фон Дервис. Жили они в Петербурге. Дмитрий Дмитриевич учился в Петербургской гимназии Гуревича, и одновременно с ним учились композитор Стравинский будущий, будущий географ-академик Григорьев, гидрограф Багров, ученый-географ Журавский, микросовет Максимов и другие выдающиеся люди. Поэтому интересы у них были общие, и они пробовали себя, вот как все поколение этого периода, вот так вот мы сейчас выясняем, в самых разных направлениях. Потому что в 1901 году Руднев поступил на биологическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета и увлекался с одной стороны физической географией, то есть он был помощником Ваейкова, кроме того, он увлекался физиологией и ассистировал на занятиях. Он работал при Институте экспериментальной медицины по теме воздействия радио на организм животного, а летом вместе с товарищами изучал ботанику Средней России. В 1904 году Руднев, его приятель Журавский, Григорьев и Михаил Шпандерг отправились в экспедицию географического общества в большеземельную тундру, где они одновременно делали фотографии, изучали ботанику и изготавливали карты. И в результате вот эта экспедиция была высоко оценена и географическое общество всех участников наградило малыми серебряными медалями за полезные труды. Так вот, из этой экспедиции наш музей получил фотоколлекцию. В частности, это были фотографии Дмитрия Дмитриевича Руднева по самоедам, комизырянам и русским. То есть вот они как раз в научный оборот вошли гораздо быстрее, чем индийские, потому что 1904-1905 год поступления. В 1905 году, когда университет был закрыт на революционные события, Руднев уехал в Берлин и слушал там лекции на географическом факультете, а по возвращении обратно, вот то, чего его в Германии научили, он начал создавать. То есть он начал создавать студенческие кружки. И поэтому он автор фактически идеи первого студенческого географического кружка, из которого впоследствии возникла студенческая межкружковая организация. Одновременно он продолжал работать в ботаническом кружке и даже был назначен казначеем этого кружка. В итоге он настолько увлекся наукой, что был отчислен из университета за неуспеваемость. И вот в 1907 году медоучившийся студент поступает лаборантом в педагогический музей военно-учебных заведений, и там спустя три года организует географическое бюро. То есть он умудрился при этом музее собрать большую коллекцию диапозитивов для лекций и докладов средних учебных заведений. Вот мы про этот педагогический музей регулярно слышим, но ничего про него практически не знали. А фактически этот кружок, например, вот этот педагогический музей в Соленом переулке, он спонсировал вторую русскую экспедицию в Южную Америку. То есть Манезер, Фидельстроп, Таносичук, Стрельников и Гейман, вот эти пять студентов, они улетели изучать в 1914 году Америку благодаря поддержке вот этого учреждения. То есть это было фактически очень серьезное педагогическое заведение, потому что там не только собирали и разрабатывали учебные пособия, они, естественно, в основном готовили воспитателей для кадетских корпусов, и одновременно они проводили очень широкие публичные лекции для солдат, для народа, создали педагогические курсы, и вот этот вот музей содержался на средства казны. То есть его роль до конца не оценена, но, к сожалению, вот все наши экспедиции, они туда тоже давали материалы и фотографические, и какие-то копии учебных пособий, но во время блокады на этот музей упала бомба, поэтому от него практически ничего не осталось, а вот сейчас результатом является Институт повышения квалификации педагогических работников. То есть звонила, разговаривала, ничего у них, к сожалению, не осталось. Была колоссальная библиотека, 50 тысяч тамов. И вот в этот самый музей попадают многие этнографы, потому что занятие по этнографии там вел, например, Могилянский Николай Михайлович, который работал сначала в Музее антропологии, потом в Российском и Теографическом, а потом уже и на Украине поднимал этнографию. Там работал Эдуард Юрьевич Петри, то есть выдающиеся люди. И они готовили лекционную деятельность для широкой массы людей, и в итоге этот музей был преобразован в центральный педагогический, и на его базе, в конце концов, был создан Географический институт. То есть многие наши сотрудники были связаны с этим музеем, и благодаря Рудневу, который взял на себя организацию коллекции карт, атласов, глобусов и книг, были приглашены такие лекторы, как Спицын, Штернберг, Шакальский и многие другие, и все они в основном говорили об изучении преимущественно России. Вот в 1910 году Руднев организует географическое бюро, как такое научно-методическую музейную лабораторию, и там фактически образуется группа людей, которые вот напрямую были с этой работой связаны. Значит, в 1911 году, тем не менее, Рудневу удается восстановиться в университете, сдать экзамены и получить диплом второй степени по группе географии физико-математического факультета. И в это время происходит весна, интересная ситуация, связанная с нашим музеем. Как я уже говорила, приятелем им соучеником Дмитрия Дмитриевича был некто Журавский, такой же точно студент-энтузиаст, который в итоге открывает биологическую станцию на севере, в районе Коми, в Квыжме. И открыв станцию, он добивается от Академии наук признания своей биологической станции. Получает, естественно, открытый лес, имеет право посылать коллекции, потому что в то время музей очень активно пополнялся экспонатами, приветствовалось участие всех заинтересованных людей, и директор музея Академик Радлов добился, например, права отправлять в адрес музея посылки весом до одного пуда. И, естественно, собиратели активно этим пользовались. И вот Журавский посылал достаточно много коллекций, а потом приехал сам. И к тому времени, как положено, Академия наук радостно приветствовала результаты, но денег, как всегда, не давала. То есть собирай на свои собственные средства. И директор музея, он организовал попечительный совет, и вот на деньги членов попечительного совета проводился ремонт и экспозиция, отправлялись экспедиции. А поскольку сбор предметов велся в условиях жесточайшей конкуренции, то есть арт-дилеры методом пылесоса очищали мир. И директора музеев просто вот криком кричали, что если мы сейчас не будем работать, то не останется ничего. То есть Африку с океаном очищали, просто, понимаете, вот вывозили все, что могли. И наша Сибирь попала в такое же точное положение. Поэтому в итоге договор был такой, что на средства попечительного совета едет собиратель, привозит коллекцию, потом она делится пропорционально вложенным средством. И таким образом с 910 года музей начал посылать свои собственные экспедиции. И сами же собиратели регистрировали предмет, после чего вот каждый получал свою долю, поэтому главная задача была ввести дубликаты. И одним из таких арт-дилеров, который помогал в кунсткамере морально-мотивляльно, был немец Орген Александр, то есть Евгений Иванович Александр. Вот, состоявший, значит, должности 6-го класса, проживавший в Петербурге, вот, он оказывал значительные услуги музеям и одновременно вот занимался поставкой сибирских и азиатских коллекций в музее Германии. И тогда Журавский приехал в 1911 году с визитом в Петербург, пришел навестить своих приятелей в музей Александра Третьего Русского музея и увидел собственные предметы, привезенные вот из районов Коми с этикетками Александра. Вот тут вот как раз и начинается проблема, потому что обиженный Журавский поднимает большой скандал. В этот скандал оказывается замешано большое количество организаций и учреждений. Академия наук назначает Третьейский суд, который разбирает, каким образом вещи, отправленные в музей, вдруг оказались в другом музее с этикетками совсем другого человека. Вот объясняется все это договором об оплате экспедиции и коллекции. Во всяком случае, общество разделяется на две части. Третьейский суд, состоящий из академиков, оправдывает директора и старшего хранителя Штернберга словами, что никакого коммерческого умысла не найдено, никто не пострадал. Журавский, тем не менее, обижается, пишет большую гневную заметку в газеты. В газеты публикуют, соответственно, разгромные статьи, то есть желтая пресса сильно радуется. Опять происходит комиссия, проверяющая музей, которая приходит к выводу, что все хорошо, все в порядке, ничего не нарушено, выводы комиссии, кто виноват, сам Журавский. Потому что то, что он эти коллекции собирал на деньги попечительского совета и того же самого Александера, ему, видимо, не сказали. И вот право на перепродажу и на отчуждение, это записано в договоре. Вот после этого проблема отчуждения становится достаточно острой. Академия наук пишет соответствующие бумаги, которые регулируют эту тему. Но суть в том, что на сторону Васильева, на сторону Журавского стал, например, Андрей Дмитриевич Трудник, вот, Воробьев, вот Николай, который был хранителем императорской галереи, и некоторые другие уважаемые люди. То есть в итоге часть этих людей покинула Академию наук, пришло на работу в другую организацию, и у нас как бы поменялся состав основных хранителей. Надо сказать, что Брунус Ходрикович Адлер, который, с одной стороны, все эти вещи отправлял Александру в качестве дублетов, он поступил к тому времени на работу в музей Александра Третьего, его же обвинили, что как же ты вот сначала за, а потом против, он в итоге уехал вообще в Казань и создал там кафедру географии. Значит, после такого вот острого момента наши как бы отношения слегка притормозились, и поэтому Дмитрий Дмитриевич Руднев, который вот все это дело также поддержал, срочно отправился изучать Северный морской путь. И даже был одним из авторов труда, посвященного освоению Северного морского пути, и в 1913 году, видимо, для расширения кругозора, он отправился в кругосветное путешествие. И вот волей судеб именно из этого кругосветного путешествия мы получили коллекции только в 1982 году. Это вот те самые стереофотографии, фотоотпечатки, монохромные, полихромные, альбомы, полиграфические коллотипы, фотографюры, открытки, причем самого разного типа, и раскрашенные, и монохромные. То есть совершенно невероятная по богатству и разнообразию коллекция, которая показывает, что такое гран-вояж, в который отправлялись наши великие люди. Потому что у Руднева часть вещей была его собственного производства. Вот люди, отправлявшиеся в экспедиции, они получали хорошую аппаратуру, и вот сейчас мы можем сказать, что стереофотографии, скорее всего, сделаны были им самим. А вот большая часть была куплена. И поскольку покупали люди, отправлявшиеся по этому пути, у определенных авторов-производителей, то вот благодаря вот этим коллекциям Руднева мы сейчас можем отрегулировать большое количество наших старых фотоколлекций. Потому что маршрут можно представить себе исключительно по подписям на этих фотографиях. Видимо, не было денег покупать дорогие книги, но можно было дома в листы ватмана вставлять вот эти купленные фотоотпечатки прекрасного качества, подписывать. В итоге мы знаем, что в 1913-14 году Дмитрий Дмитриевич Руднев посетил Ближний Восток, потому что есть иллюстрации из Палестины, Израиля, Ливана, Сирии, Египта, Судана, Алжира. Потом он отправился на Шри-Ланку, потом в Южную Индию, причем из Южной Индии он отправился в Сингапур, в Малайзию, в Индонезию, посетил Яву Бали, потом он отправился в Индокитай, и в Китае его застала Первая мировая война. То есть ему надо было возвращаться, поскольку срок его отсрочки практически отсутствовал. Надо сказать, что три экспедиции нашего музея оказались в этом положении, и они действительно возвращались обратно любой ценой, чтобы эту отсрочку случайно не нарушить. И попав в Петербург, он уходит в армию в 358-ю пешую витебскую ополченскую дружину в чине зауряд поручика. В 2014 году получает ранение в ногу. Фактически он находился на военной службе до 2018 года. Но как все ребята своего призыва и своего окружения, он принимает активное участие в политической работе, потому что почти все молодые люди, попавшие благодаря своим коллекциям фонда МАЭ, они являются делегатами разных солдатских и матросских съездов, участвуют во всяких исполкомах, но от разных партий. И когда наконец весной 2018 года Рутник возвращается в Петербург, то он назначается секретарем отдела по исследованию Севера в комиссии по исследованию естественных производительных сил под руководством Самойловича, работает в географическом институте, является секретарем Печорской экспедиции Главс над Армэ, и в 2020 году, заражаясь цепным типом, год практически болеет, одновременно он работает в географическом институте и готовит для него курс лекций техника путешествий. Потом карьера его идет по плану этнографии, он становится секретарем ученого совета географического института, занимается снаряжением экспедиции, то есть вот этой логистикой важнейшей, и вот эти навыки полевой работы, конечно, очень важны для тех людей, которых он отправлял. Еще раз посещают Большеземельскую Тудру и говорят, что географический институт развивался именно благодаря усилиям Руднева вот этому географическому кружку и бюро, через который он этот институт готовил. Так что в конечном итоге, когда Семенов Кеншанский создает комплексный географический музей по типу шведского с канцеля, то именно Руднева приглашают туда в качестве основной рабочей силы. Вот музей этот в итоге открывается во дворце Боблинских на Галерной улице, но в 1934 году, когда Руднева уже не стало, музей этот закрывается и коллекция его расходится по другим музеям, но это еще надо искать. Вот таким образом мы видим, что те коллекции индийские, которые мы получили, они позволяют закрыть белое пятно, связанное с полгосветным путешествием, потому что после революции по понятным причинам подобного рода подвиги наших сотрудников, они как бы в литературе не получали никакого освещения. Значит, в 1928 году Дмитрий Дмитриевич Руднев женится на вдове своего дяди Льва Дмитриевича Руднева, и его приемными дочерьми становятся Галина и Татьяна Дервис. Вот поэтому благодаря ей мы и получили эти коллекции. Сам он скончался от саркомы ноги летом 1932 года, сердце не выдержала, и вот часть его архива, как я понимаю, передали в географическое общество, то есть нужно и туда идти смотреть, вот я просто, извините, не успела в связи с нашими событиями, а вот почти 300 экспонатов из Индии, собранных в 1913-14 году, не говоря уже о цивилонских предметах, это вот то богатство, благодаря которому мы получили новый импульс для работы, потому что те альбомы, которые Дервис передала в музей, они отражают работу фотографов, ну, например, скин, там, плейты, коркоджан и так далее, и по этим вот фотографиям нам удалось атрибутировать анонимные фотоколлекции, например, дворцового ведомства и других собирателей, которые как раз в 1913-14 году были в Индии, то есть таким образом мы не получили дубликаторов, мы получили модели на этих фотографиях в разных позах на разном фоне и таким образом благодаря вот объединению вот этих самых разных источников музей получил комплект, то есть это очень перспективное направление для работы и вот Нина Георгиевна уже даже иллюстрировала вот одну из своих последних статей, вот еще даже в процессе регистрации в порядке исключения музей дал разрешение опубликовать эту картинку, но и мы, что когда сборник будет готов, мы уже номер там поменяем с временного на постоянный. Вот об этом мы хотели вам рассказать, потому что, конечно, в службе вот этих родителей, благодаря которым музей богател нефиграя ни на что, вот они должны быть оценены, вещи должны быть изучены, введены в научный оборот и какое счастье, что сейчас все наши новые поступления автоматом идут на сайт пункт камеры, так что вот эта новая коллекция, она вот будет доступна. Вот, понятно, что выкладывается в качестве рекламы часть предметов, если надо больше, обращайтесь вам к нашему. Вот, спасибо большое. Елена Станиславовна, спасибо за ваш впечатляющий доклад, это просто панорама деятельности не только Руднева, но и разных областей науки, связанных, ассоциированных с этнографией. Огромное вам спасибо, в высшей степени содержательно, за такое короткое время великолепная панорама. Спасибо большое. Спасибо большое. Это все энциклопедические знания Алины Георгиевны Косноденской и ее колоссальный полевой опыт. Спасибо. Спасибо большое, Елена Станиславовна, прямо новелла. Скажите, пожалуйста, эти архивные материалы, которыми вы пользовались, откуда они? Архив Академии наук в первую очередь, архив МАЭ, ну и всякие побочные сведения, но в основном, конечно, это документы. Мы старались фольклор сюда особо не добавлять. А побочные сведения, простите, это что, это беседы с кем-то? И беседы тоже, потому что, ну вот, например, работу Журавского изучал наш сотрудник Тирюков Александр Иванович, поскольку он занимается комией, и он как раз вот Александра очень сильно не любит. А вот по моим материалам получается, что Ойдин Александр очень даже приличный человек, и то, как он помогал собирать этнографические коллекции в России, вот сейчас начинают расценивать, вот, например, якутские коллеги из Национального музея, они даже вот, коллегирик написали в его честь, последняя патология, их просто проверили в Якутии, собиратели, у которых Констанера эти вещи получала, и мало того, благодаря вот обмену между Ойдином, Александером и Констанерой, Дрезденский музей, Лейксидский музей, Копенгаденский музей, Гамбургский музей получили сибирские коллекции, ну и многие другие, вот, но поскольку все они очень сильно пострадали во время Второй мировой войны, но в Гамбурге просто сборела вся документация, да, то есть вещи остались, карточки погибли, и вот сейчас вот люди пытаются на новом этапе эту информацию восстанавливать, это уже новое направление на деревья, не только там, андологи и сибири вот, получили корейские коллекции, фианейские коллекции, африканские коллекции, мольские коллекции, вот, что делать, арт-дилеры помогают, помогали тогда, вот, но пришлось писать новые бумаги на счет отчуждения, это вот тема, которую надо еще разобрать, перейтируют. Спасибо. Еще один, если можно, вот, курс лекций техника путешествия, от него сохранились какие-то заметки? Надо смотреть архив географического общества. Спасибо. Елена Станиславовна, но не все из этого еще оцифровано, да? Не все, не все. Иллюстративка оцифрована, то есть последняя его коллекция, сейчас я вам даже номер расскажу, если хотите, выложена на сайте она есть частично, комиссия она есть, а вот предметная коллекция не до конца. Я просто случайно иногда на сайте консткамеры нахожу какие-то интересные вещички, на системе, не понимая, как там работать с ним. Надо заявку подавать, смотреть, там больше вылезет, да, 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 это 77, да, 77, 26, вот эти 246 предметов, и молодцы наши службы, они даже альбомы оцифровали, и вы можете все эти редкие фотографии вот на страницах этих альбомов издателей фотографий из коммерческих вот там посмотреть, потому что их практически 77, 26 эта коллекция, она выложена, которая 68, 49 частично. И на сайте выложено максимальное качество, или есть какое-то максимальное качество, а есть сайтовское? Нет, 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 они автоматом закладываются, автоматом. Я даже проверяла, то есть карточки наши, они идут на сайт сразу, вот на эти ступени. Вот, ну, хотя это ограничения нам не должны быть по пользованию, но это все решаемо. А так, если вы чем-то нам поможете, подскажете, мы только будем рады, там очень много загадок и сюжетных. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok